Дорогие друзья, рад приветствовать вас на своем канале. В этом видео рассмотрим и протестируем аккумулятор от производителя A123 Systems. В тестах будут участвовать два цилиндрических аккумулятора в формате 26650 и 32113. В схеме лития железонаннофосфат или сокращенно нанофосфат. Размеры первого аккумулятора составляют 26 мм в диаметре и 65 мм в длину. Вес аккумулятора 76 г. Заявленная емкость 2,5 Ач. Также нужно обратить внимание, что допускается зарядка большими токами до 10 А, а продолжительный разряд до 70 А. При этом импульсный разряд в течение 10 секунд может достигать 120 А. Аккумулятор можно использовать при отрицательных температурах до минус 30 градусов. У второго представителя спецификация не такая развернутая. Диаметр аккумулятора 32 мм, длина 113 мм, вес 205 г. Заявленная емкость 4,4 Ач. Разрядная мощность 550 Вт. Чтобы понять, сколько это Аттока, нужно разделить данную мощность на вольтаж. На второй странице спецификации указано, что минимальное значение напряжения во время теста достигало 1,6 В. Получаем 343 А. И это значение импульсного тока для разрядки в течение 10 секунд. А максимальный постоянный ток разряда тут не указан. Какие же тесты мы проведем в этом видео? Проверим импеданс, разрядим аккумуляторы различными токами, проверим импульсный ток в режиме короткого замкания, а также проведем тесты на безопасность. Импеданс проверим прибором YR1035. Прибор перед тестом откалиброван. У аккумуляторов 26650 значение сопротивления в районе 6 мОм. У аккумуляторов 32113 сопротивление находится в пределах 2 мОм. При проверке емкости таким прибором, как iCharger, на максимальных токах возникает ощутимая просадка напряжения, которая несколько искажает результаты тестов. Вот тут это наглядно видно. Емкость аккумулятора 32113 составила 4 Ач. Емкость аккумулятора 26650 составила 2,5 Ач. Теперь проверим емкость на более точном приборе от ZKE. У представителя формата 32113 емкость составила 3980 мАч. По аккумулятору 26650 в 2498 мАч. Теперь проверим, насколько хорошо аккумуляторы справляются с разрядным током около 70 А. Емкость первого аккумулятора составила 2,45 Ач, а температура поднялась до 70 градусов. У второго представителя емкость составила 4 Ач, а температура не превысила 45 градусов. Проверка импульсных токов нарастания в режиме InRush. Результаты данного теста зависят не только от сопротивления самого источника питания, но и от сопротивления проводника. Чтобы тест был наиболее объективным, сопротивление проводника должно быть несколько ниже сопротивления источника, иначе значение тока будет в значительной мере ограничиваться именно проводником, а не источником, хотя по закону ОМА нужно учитывать общее сопротивление всей цепи. Сопротивление проводника в таком состоянии составляет ровно 3 мОм. Мы помним, что сопротивление одного аккумулятора 6 мОм, а второго 2 мОм. Проведем тест. Получили значение 600 А для аккумулятора формата 3213. При этом аккумулятор нагрелся незначительно, а проводник стал очень горячим. Для аккумулятора формата 26650 значение составило 300 А. При этом сам аккумулятор стал ощутимо горячим, а проводник нагреться не успел. Проделаем тот же тест, но с уже меньшим сопротивлением проводника. Как видите, произошло незначительное увеличение потока для аккумулятора формата 26650. Для аккумулятора 3213 прирост оказался существенным. Полученное таким образом значение тока превысило 900 А. Тесты на безопасность. В связи с тем, что литиевые аккумуляторы обладают опасным фактором, то их тесты на безопасность являются наиболее важным вопросом среди прочих. Сначала проверим, что произойдет с аккумулятором, если его перезарядить. При уровне напряжения примерно 5,2 Вольта, давление в аккумуляторе стало критическим, в результате чего сработал аварийный клапан. При этом нагрев аккумулятора был незначительным. Следующий тест на повреждения с внутренним замыканием. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Несмотря на то, что первоначального искрового импульса хватило, чтобы воспоминались пары электролита, дальнейшего выгорания не произошло. Сравните, к примеру, с классическим Legion, в данном случае с ICR. При выделении газа, корпус аккумулятора не выдержал и лопнул, создав при этом эффект взрыва. Следующий тест на короткое замыкание. Я его плоскимствовал с канала Данип. Как видно ничего особенного не произошло, открылся передний клапан, залитый специальным составом и вытекло немного электролита. На этом видео подходит к концу, не забывайте делиться своим мнением в комментариях, оценивать видео, а также поддерживать канал для дальнейшего развития. Если у вас возник вопрос, для чего же мне понадобились эти аккумуляторы, то я постараюсь ответить на него в последующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok